Добрый день, друзья! С вами современная электрика и Дэн Электрозмей. В этом видео мы постараемся вместе разобраться необходимости тех или иных девайсов, которые многие современные электрики считают must-have обязательными для установки в электрощиты. В начале щита, как правило, ставится рубильник, который отключает весь щит. Есть некоторая разница. Разница в чем? Значит, если вдруг вам надо будет покопаться в щите, да, можете его автоматом выключить, но для того, чтобы заменить тот же автомат, вам надо бежать на лестничную клетку. Скорее всего, там тоже есть какой-то автомат или рубильник, который можно выключить. Небольшая экономия. Если позволяет размер щита и вы хотите создать себе удобство по обесточиванию всей квартиры одним рубильником, значит, вот сюда на это место стоит поставить не автомат, а немножко другую аббревиатуру. Значит, пока, по-моему, аббревиатура будет стоять рубильник, который при необходимости может обрубить щит, и электрозмейт аккуратно все открутить, перетрассировать, поменять автомат при необходимости. На рубильнике экономия совсем маленькая. Они стоят в районе плюс-минус 100 рублей. Ну, вот такой обычный, конечно, подороже стоит. Это только если в коттедж ставить. Предположим, мы сделали все правильно. Вот это вот поставили рубильник в квартиру двухполюсной. Коттедж, вот что-то типа такого, четырех- или трехпинового количества полюсов, который будет выключать наш коттедж полностью. Сразу за ним ставится входной автомат. Естественно, минал его выбирается. Квартира, если не ошибаюсь, сейчас в районе шести с половиной киловатт. Резюмирую. Два предыдущих девайса, даже если вы их продублируете в щите в домашнем, значит, они стоят копейки, они стоят там 100-200 рублей. На бюджет сильно не влияют. Единственное, они влияют на место. Вот тут, как бы, щиток такой на 36 модулей рассчитанный. Здесь места хватает. Но будет он чуть дороже стоить, да, там на 500-1000 рублей, чем такой какой-нибудь 24-модульный. Это отдельная, как бы, тема. Про нее тоже позже скажу. Вот на них можно не экономить. Можно поставить и там, и там. Следующий девайс, который сейчас прибор по-русски, который стал очень модно, популярный и большинство электриков, современных, дорогих их ставят. Это называется реле напряжения. В чем его функция? Видите, вот здесь две крутилочки. Бывают кнопочки. Бывают совмещенные с индикаторами тока напряжения. Этот приборчик вставляет вилку правильных напряжений. То есть верхнюю позицию, например, ставите 250. Нижняя шкала чуть ли не до 110. Вы выставляете пределы, в которых вы считаете, по паспорту посмотрите, что ваша аппаратура будет функционировать безотказно, беспроблемно. И ничто не навредит. И в случае выхода напряжений за эти пределы, вот этот приборчик, это реле, оно выключит просто ее блокирование. Смысл вообще все это использовать. С одной стороны, да, у вас может быть дядя Ваня или какой-нибудь из ближнего зарубежья электрик, нанятый компанией, по пьяни, там не по пьяни, по недомыслу. Вдруг кто-то вон там перемкнет, и у вас вместо нуля появятся две фазы. Чисто гипотетически, теоретически, это как бы может быть возможно. Но это как бы если туда-сюда, то есть все-таки управляющие компании стараются использовать более-менее грамотных электриков, которые хотя бы фазу на нуль не посадят. Тем более всего дома будет замыкание. Вероятность необходимости этого прибора, она ничтожно мала. За много лет работы с электрикой, с электроникой, раньше вообще таких приборов не было, просто не использовали. А сейчас в современных домах, да и в стареньких, там сейчас реновация электрики сделана, даже если не сделана, вероятность маленькая. А если у вас падает просто напряжение, но сначала только в одном коттедже, в строящемся, и то там хозяева ругались, то есть там одна из подстанций была какая-то старинная, она не тянула повышенную нагрузку. Там напряжение падало до 110 вольт. Ну и как бы что, ну вы выяснили, что падает, у вас обрубилась сеть, ничего не работает. Оно не работает и при 110, и при отключенных 110, и выход ставит только мощный стабилизатор, который будет вытягивать эти 80 или 110 вольт, упавшие до 220. То есть это просто константация факта. Более того, сейчас вся современная электроника, она в основном на импульсных блоках питания, которые для универсальности рассчитаны на 110-250 вольт, то есть достаточно в широких пределах. Они имеют встроенную защиту, если что-то не так сетью, они обрубаются, выключаются, то есть даже там не горят предохранители, как раньше было. Ну старых приборов горели предохранители, если что-то не так на входе. Почитайте внимательно свои приборы, если у вас какая-то определенная модель стиралка капризная или, я не знаю, какой-нибудь мозги для котла бывают, которые с капризами. Для таких приборов уже крыле не обойдешься, она просто его блокирует, не даст работать. Там придется ставить какой-то ИБПшник, который там за 20-30 тысяч, который хотя бы там временно продолжит работать с нормальным напряжением. Если вы хотите перестраховаться, он стоит там в среднем 2,5 тысячи рублей по рынку, там от 2 с хвостиком до 3 тысяч, с индикатором может быть 3,5, чтобы увидеть ток и напряжение текущее. Ну в общем, если вам не жалко этих денег, то есть это модно, красиво, удобно. Не могу сказать, что совсем бесполезно, но в общем-то я пока практически не встречал случаев, чтобы это сильно понадобилось. Конечно, если у вас огромный электрощит, который вы затрачиваете там 300, 400, 500 тысяч, лишние 3 штучки на 3 фазы, по 2 с лишним тысяч, лишние 7-8 тысяч, как бы туда-сюда, там 300, 310, может быть это уже фигня, пусть будет, как говорится. Но сказать, что это прям must have, на ваше усмотрение. То есть если вы хотите сэкономить, ставить ее не обязательно, вероятность проблем, как бы люди жили там в момент революции без них и до там недавнего времени, и как бы и вы в принципе проживете. Хочу добавить только то, что оно защищает достаточно плавно от изменения входного напряжения. Может не защитить вот это реле, этот прибор от всплесков ударов молнии. Даже если рядом где-то жарахнет молния, значит она настолько быстро дает мощный импульс, что приборчик этот может просто не успеть сработать. Для таких случаев, ну это обычно в домах частных, особенно если у вас линия электропередачи проходит по воздуху, риск повышенный, что молния где-то рядом или там в провода, либо рядом и на провода наведется. Там ставят уже отдельное устройство, называется УЗИП. Ну как бы это отдельная песня, то есть оно стоит достаточно приличных денег, то есть хороший трехфазный УЗИП стоит там от 6 до 12 тысяч рублей. Они ставятся чуть ли не трех степеней, один на столбе на входе, вторая степень уже в доме. И третья степень на самые важные приборы, на какую-нибудь группу, там где-то например у вас вот здесь розеточки, и одна из этих групп предположим идет на кабинет, где стоит компьютер, сервер, там не знаю. Значит следующий прибор, который в принципе вот это да, это уже must have. Этот прибор называется УЗО, устройство защитного отключения. Оно бывает совмещенное как вот этот диф автомат, он сразу и автомат и УЗО в одном флаконе. Но как бы таких на каждое место вот всех автоматов ставить дифы, это будет и в два раза больше места занимать, и гораздо дороже. Приличные бренды стоят около двух тысяч рублей, там полторы-две тысячи. Дешевле там бренд, консинха или андели, но в общем они стоят там около тысячи рублей, там 700-1000 рублей, все равно это дороже в 10 раз, чем один автомат. Поэтому если хотите сэкономить, достаточно по расчетной мощности, вот стоит, например, 63-х, то есть у него максимальный ток, который он выдерживает, 63 ампера. Здесь можно 6 по 10 ампер, то есть на 60 ампер после него можно поставить автомат. Что касается типов этих самых УЗО, значит стандартные УЗО, которые ставятся на розетки, на свет, но на обычные линии, они обычно ставятся 30 мА, то есть ток утечки 30 мА. Куда их ставить? Вот, в принципе, вот здесь, вот в этом щите, он еще не дособран, но частично собран, здесь видно вот эта вот группа света, 10 амперные автоматы стоят, и многие на свет не ставят. Если вам жалко там тысячу за недорогое или две за какое-нибудь АББшное УЗО, вы можете его не ставить, потому что свет, в принципе, вы туда на лампочке будете лазить редко. Если будет лазить, можете обесточить весь щит или просто эти все группы света, и как бы там напряжения не будет. Тем не менее, ну как бы на всякий случай, если у вас где-то низко висящие плафоны с металлической каймой, с какими-то там металлическими элементами, кто-то может их коснуться, особенно дети, да и сами вы, можно повесить одно УЗО на весь свет. Не таких больших денег оно стоит. Вот это здесь у меня стоит дифавтомат, он стоит просто на отдельную группу, это, скорее всего, группа стиралки, вот, или холодильника, потому что это будет неотключаемая группа, ну, в общем, она отдельная, и здесь выгоднее, чем ставить, как бы, 3 места займет УЗО и автомат, здесь 2 места занимает дифавтомат. Вот в этом случае, если у вас есть отдельный нагруз, который отдельно коммутирует, на нее можно поставить диф. Что касается розеток, да, если у вас больше там 4-5 групп, вообще лучше на 4 группы, это какая-то предварительная сборка автомата тоже, но вообще здесь вот можно было на 4, это 4 по 16, это как раз там где-то 64, ну, чуть-чуть мощнее тут автоматы как бы стоят, просто они, скорее всего, на полную нагрузку не будут работать, то есть 63-амперное УЗО, оно, в принципе, достаточно, ну, лучше всего для 4-16-амперных автоматов. Поэтому если у вас больше групп розеток, то есть на каждые 4-15-амперных, ну, одно УЗО на 4 группы ставится, то есть если у вас будет там 6-7-8 групп, значит вам придется два УЗО раздельных поставить там на одну группу розеток, на вторую группу розеток. Ну, то есть УЗО, вы поняли, это must-have, то есть современные электрики, оно защищает, то есть если кто-то прикоснется к только ведущим частям, или пробьет на корпус, то есть от мелких утечек тока на человека, утечек там на корпус и так далее, то есть это современная защита, без которой уже не собираются электрощиты. То есть это ваша личная безопасность, даже не аппаратура, не провода, а именно личная ваша. Следующий момент, на котором тоже можно экономить, можно не экономить, это, собственно, сам ящик, фоловский, недорогой ящик, чуть ли не за полторы тысячи рублей, при этом он на 36 модулей, он мне понравился тем, что здесь все вот это снимается, то есть можно вот эту раму снять, и вот этот, он просто у меня сейчас к нижнему подключен, к шинке, вот, и все это, вот этот сам корпус уже замуровать, стену подготовить, проводочки выводить, эту раму спокойно дома там электрику можно собрать и принести уже на объект, и там готовую, то есть там временную какую-то схему подключить для строителей, чтобы не затирали автомат пылью, грязью, и не лапали грязными руками рабочие. Он просто прийти, воткнуть и подсоединить к существующей проводке. Это тоже немаловажный нюанс, они стоят не очень дорого, это не АББшные, АББшные дорогущие контакты, это турецкие разные, китайские и отечественные. Вот такие вот контактные группы, очень удобно в том плане, что собрали щит, подключили через контактные группы, и если вы уже знаете, что вот как здесь у меня, то есть здесь розеточки внизу находятся, свет вверху, иногда он вообще в самый верх у меня ставится, там поближе, советская русская схема сверху вниз идет, сверху вводная часть, и пошло-пошло-поехало. Но здесь будет, либо группа будет, либо они уже без группы будут выхода подключаться сюда. Очень удобно, потому что, опять же, бывают ситуации, где-то что-то перекомментировать. Вот буквально недавно заказчик, там я пришел, там у него одни розетки были на бесперебойной линии, скажем так, потом он говорит, о, там не хватает розеток, да, вот эту группу включим. Когда у тебя жесткие провода вот все заведены, они там загнуты, уже красиво куда-то там пототкнуты, то есть ты начинаешь вытаскивать, опа, а он до этого автомат не дотягивается. Что ставится? Тут какие-то сопли, ваги, что-то там делать, что-то подгибать, это уже все некрасиво мятое. Вот здесь все будет приходить вот сюда. И, в принципе, если мне местами захочется поменять одну-другую группу розеток, я аккуратненько откручу здесь отвертчикой, поменяю вот этот мягкий проводочек, обжатый мшивый, и все у меня хорошо, красиво. И, в общем, это все легко, аккуратно делается, и красиво, и удобно. Вот, когда очень много этих проводов, на них еще специальные хомутики с циферками там, с группами, ты видишь, куда что идет, там можно это прописать, какая группа чем управляет. Вверху делается пленочка там с подписями, где какой автомат. Ну, это уже фетиш, скажем так, это копейки стоит. Ну, в общем, вот это тоже стоит небольших денег, ну, обычно это стоит немножко больше денег по сборке. Обычно автомат там 2-3 тысячи, автомат с иншивы, сборка там, ну, обычно такого формата, около 5 тысяч стоит. Автомат собрать, то есть щиток собрать, естественно, тут лишние, там, не знаю, 300-500 рублей, и пойдет на все эти проводочки, разъемчики, которые помогут вот эту всю систему красиво скоммутировать и, самое главное, удобно. Поэтому тоже хотите красиво, современно, удобно. Ну, не пожадывайтесь на лишние, там, 500 рублей на запчасти и пару тысяч на мастера, который все это соберет. Зато будет все, ну, я не знаю, я сторонник, когда все красиво и удобно, то есть меньше вероятности, что что-то там напутается, отскочит, сгорит, замкнет, ну, и придет любой другой электрик что-то разбираться, он увидит, и все будет видно, понятно, легко куда что идет, то есть легко перекоммутировать, то есть без, скажем так, фигни, без соплей. Ну, и сам щиток, то есть вот, Тефоловские дешевые, ну, есть очень красивые IP65-ые влагозащищенные Леграндовские, ну, они тоже стоят, там, уже 2-3-4 тысячи рублей. Тут же вопрос экономить, то есть и этот будет работать, и тот будет работать, ну, то есть хочется вам современный красивый щит, еще более удобный, там рамы еще сильнее выгонка, ну, вот здесь мне, в принципе, нравится, потому что даже в дорогих некоторых щитах бывает, что между вот этими Дин-рейками и задней стенкой очень маленькое расстояние, и очень удобно коммутировать провода. Вот, то есть если вам что-то куда-то надо подключить, переключить, особенно как щиты уже частично собраны, вы что-то решили переделать, то есть там подлезать очень трудно, то есть просовывать, это все мнется, как-то все некрасиво, ну, я сторонник таких щитов, и всегда разумнее брать щит запасом, можно взять даже там на 4 Дин-рейки, да, или там более широкий, значит, для того, чтобы были вот эти вот контактные группы для подключения входных-выходных кабелей. Чем больше квартира, чем больше кабелей, там здесь вот не рассчитаны теплые полы кондиционеры, значит, будут теплые полы кондиционеры, значит, уже можно на 54 или больше брать автоматов щит, а то еще больше, чтобы это все легко скоммутировалось и гребеночки стали сверху-снизу, чтобы эти провода все. Еще очень важный момент, попросите электриков, если они вам будут и щит тоже собирать, чтобы заранее было, ну, как бы пусть на тетрадочке, пусть каля-маля там нарисован примерный проект щита, если даже они не хотят сразу собирать, да, и как пойдет электропроводка, то есть, бывает зачастую, что те же электрик, которые щит делают и проводку делают, значит, сначала там раскидывают провода, потом он пособирает щит, ой, неудобно, этот провод не с той стороны зашел, он где-то криво отсюда заходит, то его надо вверх бросить, начинается удлинение, начинаются какие-то танцы с бублами, там, фальш-панели, не всегда это удобно, лучше сразу распроекировать, если у вас стандартная укладка электрики, розетки по полу, свет по потолку, естественно, световая группа, кондейная группа располагает сверху, различные группы и теплые полы группы снизу, и у вас группа разъемов под кабель пойдет с этой стороны, группа разъемов с этой стороны, естественно, вы как бы свет уже приводите, укладываете примерно там с бирками, все это делается примерно в том же порядке, как он пойдет вас к автоматам по тем группам там первая спальня детская вторая спальня детская 3 спальня взрослая там не знаю что кладовка коридор зал и пошло 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 свет кухня санузел один санузел два вот чтобы эти проводочки пришли ровненько тогда они и на входе будут здесь красиво аккуратно заходить и коммунируется легко это ну как бы сэкономит время и в конечном итоге деньги там лишний метрокабель если вам нужна будет консультация или просто там какие-то возникнут вопросы смело пишите звоните за советы денег не берем с вами был дэн электрозмей сайт наш сайт современный электрик электроден точка ру заходите смотрите спрашивайте обращайтесь